Добрый-добрый-добрый день всем! Даже, наверное, добрый вечер, уже дело как-то к нему близится. Ну что, у нас наконец-то серьезная катка Hellraiser против Nadvi, против Natus Vincere. Коллектив, который гремел, гремит и, наверное, будет еще долго греметь, даже независимо от того, насколько хороши и насколько плохи их современные успехи. Коллектив всегда интересный, яркий тут, наиболее, наверное, популярные в СНГ комьюнити игроки собрались. Ну, конечно, если мы не будем брать в учет Дреда. Хотя, с другой стороны, как не брать Дреда? Величина тоже около вселенского масштаба. Ну что, на данный момент Natus Vincere уже забрали себе Брюмастера, Ancient Operation, Axe и Tusk. Hellraiser's ответили Веспом вместе с Тинни и Дизраптор для Ашеров уже отходит. Ну, по банам, собственно, SF, Шторм Спирит, Джаггернаут и Сларк отъезжают у нас для Navi, ну и Hellraiser's. Смогли отправить в баню уже Тролль Варлорда, Бэтрайдера, Шейкера и Бристлбека. Собственно, что тут по пику у Navi вообще? Как дела обстоят? Кто куда вообще может отправиться по данному пику? Ну, тут Габлак ушел вообще ничего непонятно. Кстати, об изменениях. Вдруг кто там спал и проспал все новости последних дней? У Navi исчез Габлак из коллектива. Ну, как исчез? Просто ушел. Куда ушел в неизвестном направлении, в принципе. Но это мало интересует. Я думаю, все, кто топили за Navi, вряд ли верили. Особенно, что Габлак это какой-то серьезный буст для команды Natus Vincere. Ну и результатами тоже Габлак ничего хорошего не показал. Собственно, вполне закономерный результат. Тут в Флейме нет вариантов. Никаких, собственно, не пошло. Габлака убрали. Вместо Габлака Санейка. Команда Power Rangers теряет, наверное, одного из наиболее, если не ярких, то, как минимум, перспективных игроков. Пэры сыпятся. Да, это классика. Navi кого хочет, того и забирает. Собственно, так было с Фаником в свое время. Габлак тоже туда. Ну, Габлак уже пришел в коллектив, который, в принципе, немножко подпроседал где-то по результатам. Особенно после четвертого ТИ. Ну, там Габлак уже, рука Габлака была. Ну, как ситуация была с Фаником. Как просто его забрали на харду игроки команды Navi, когда Смайл с Ластом покинули данный коллектив. Та же история с Фобосом. Фобоса забрали из распадающегося полярного коллектива. Ну, Санейка вроде на хорошем счету был в ПР. Ну, опять же, предложение вроде поступило неплохое. Как понимаю, та же история, как и с Фобосом. Фобоса вроде бы даже за денюжку купили. Правда, сумму никто не оглашал. Hellraiser's никого не покупает. Hellraiser's просто берет харизму и обаяние. И тянутся серьезные игроки в данный коллектив. На данный момент Шеры уже забрали Enigma. Enigma, Tini, Wisp, Disruptor. Комбинация расчудесная вообще. Если вдруг куда-то в Kinetic Field попадает команда Na'Vi, там, в принципе, рожки на ножки. Остается коллектив Na'Vi рассыпется. Потому что прокаст, ну, просто великолепный. Тут все одно к одному. Все очень удачно получается. Ну, что осталось забрать Hellraiser's? Я думаю, что есть даже вариант отправить Enigma на сложную. Disruptor поможет кому-то фармить на легкой. Это герой, которого сейчас могли бы взять Ашеры. Ну, а Tini, Wisp на mid-lane. Ancient Operation для Na'Vi. Неужели это Ancient Operation, который у нас в mid-lane вообще мог бы выформить? Ну, глянем. Тут, в принципе, претендентов и на mid-lane, и на off-lane очень много. Brumaster, Axe, все легко, в принципе. Взаменяемый Outworld the War. Все, до свидания, Brumaster Axe. Какой вообще mid? Ну, и Ancient Operation. Это я уже вспомнил времена, наверное, второго TI, или даже первого, когда Ancient Operation у нас для Dendy был. Это было так давно, что, по-моему, Dota еще тогда на шестеренках работала и на каких-то шарнирах. Там даже игрой сложно это было назвать. Ну, с другой стороны, оттуда все легенды у нас и выходят. В любом случае, Outworld the War. Кроме Na'Vi, я даже не знаю, кто-то берет ли этого персонажа. Ну, Dendy на нем отыгрывает просто великолепно. Dendy вообще величина, наверное, мирового масштаба. И сколько героев он в тренд ввел, сколько героев он заставил себя уважать, скольких героев. Ну, Outworld the War один из них. Тут даже можно пуджа отнести от Dendy. Это вообще легендарный пик. Ну и что, Артес. Артес забирает Найт Сталкера. Только сегодня кому-то рассказывал, насколько NS был великолепен, когда играл в составе Natus Vincere. NS, я имею в виду Найт Сталкер. Правда, играл на нем тогда уже давным-давно забытый Dota Artstyle. И это было великолепно. И так отлетали миллионы, собственно, команде Na'Vi. Ну, правда, мало что уже осталось от данной истории. Уже у нас совершенно новое время. Это было 4 года назад. И пора переключиться на данный матч. По персонажам. Санейка забирает себе Туска у... Так, давайте по Na'Vi сразу пройдемся. Санейка берет себе Туска. Хвост играет на Аксе. Это фармящий Акс. Ван Скор забирает себе Ancient Operation. От Dendy на Outworld the War. И отправляется в мид. Ну и Фобос, Offlane, Брюмастер. Со стороны команды Hellraiser. Дредд на Дизрапторе. Афонинджи в миде в паре с Годдемом. Афонинджи на Тини и Висп, соответственно, для Годдема. Артес играет на надсталкере, фармящий Баланар. Ну и Горец на Энигме. А вот теперь у меня вопрос. Неужели Горец у нас сможет в соло отправиться в сложную на Энигме? Это было бы великолепно. Ну, судя по количеству хилок, да, Горцу самое место в Хардлейне. Нечего делать парню в лесу с таким количеством аптечек, которые он себе закупил. Ну что, Na'Vi уже готовы, я так понимаю, подраться. Правда, никто из игроков Ашер с ними драться не собирается. Пока что команды не встретились. Хотя Na'Vi, несмотря вообще на всю опасность, отправились так далеко в лес, что могли бы как-нибудь, да все-таки, встретиться лицом к лицу с командой Hellraiser. Ну, а по факту Ашеры, как я понимаю, триплу ставят в сложную. В сложной будет трипла, ну и в легкой Горец будет соло фармить. Вообще, переиграли. Многоходовочка от команды Hellraiser. Афонин же с Годдемом должны стоять в мидлейне, иначе быть просто не будет. Годдемом уже летит банка, ну и Дэнди, Дэнди пока что снул талисманом и пачкой деревьев. Дэнди у нас банку, если будет нести, то только попозже. Хотя тоже не факт, что у Двара эта банка будет полезна. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Все, Санейка отправляется у нас уже в сложную. Na'Vi решили тоже триплой на триплу ответить. Сложная линия с триплой. Ну и как здесь будет себя чувствовать Акс? По-моему, не очень комфортно. По такой трипле есть чем спамить, есть чем постоянно его харасить. Хотя, а, да, с другой стороны у нас и не трипла. В топе у нас дабла, конечно. У нас же в миде, у нас же в миде Афонин же стоит против Outlaw Devarer. И тут без помощи Годдема на Виспе все будет абсолютно бесполезно. Ну вот, два раза отправляют у нас в Астрал Деварер Тинни. И уже нет маны даже на элементарный Эваленш. Я уже молчу, дабл прокаст Эваленш Тос. Это все... Об этом Тинни, наверное, мечтать не придется в ближайшее время. Ванскор отправляется на топ, помогать хвосту. Пока что хвост по ХП нормально так проседает. Пошел гонять у нас хвост Дреда. Ну, Дред, попробуй еще догони его. Дред парень, которого гоняли. В принципе, ничего особенно не опасается. Ну и с другой стороны, далеко сейчас хвосту заходить смысла никакого. Артес через Раскаст вместе с Дисраптором хвоста бы у нас нагнули. Соло это точно. Ну, при помощи Ванскора, гляди, можно и как-то побыковать. Через Челингтач уже со старта идет у нас Ванскор. Ну что, у нас зашли за первый Тауэр игроки команды Hellraiser по мидлейну. Разобрали Дэнди. Как же печально. Мотать не буду, потому что если сорвется данная трансляция, то вообще заклюют меня в чате. Короче говоря, напали. Там был проюзан что-то из этих артеф... Скиллов. Я думаю, скорее всего, через Эвелэндж забирали у нас Деварера. Ну и по факту 1-0. Хэры впереди. По золоту 500. Для них по экспириенсу чуть более сотни. Давайте вообще на фарм переключимся. У Найт Сталкера 7 на 2. Артес. Агрится у нас на Акса. Ну, убежать можно. Убежать можно. Ванскор далеко. В принципе, подступить нечем. У НС есть тапок. Есть также тапок у нас у Акса. Глимсует назад Акса. Ну это самоубийство. Дредд. Зачем вообще? Дредд немножечко переиграл тут. В данной ситуации. И крипы еще. Агрится у нас на хвоста. Без вопросов. Ancient Operation забирает этот фраг. В это время в сложной для команды Na'Vi фраг делает Фобос. Фобос на Брюмастере забирают Энигму. У Гордца третий левел. Гордца, в принципе, дела не очень идут. Да, по крипам тут более мини какой-то имеется буст. Однако, ну, надо больше выносить из легкой 100%. Тини Виспо 5 стараются наказать Денти. Тини по-прежнему без маны. 39 максимальный показатель маны для Тини. Что делать с этим? Тут даже, не знаю, на обычный удар рукой маны не хватает. Еще раз. Тут даже 13 МП. Вот это Тини умник. Просто какой-то клуб самых умных. И Тини явно в нем фаворит. 65 по мне. Ну, короче говоря, проблемы невероятные. У Тини, я думаю, есть смысл вообще сразу же покупать тот же Пойнт Бустер. Чтобы хватало на хотя бы какие-то элементарные вещи. Если будет потерян интеллект, то хотя бы останется элементарный буст по монопоинтам от таких шмоток, как Пойнт Бустер. Ставфа Физердри бесполезен. Ну, Пойнт Бустер в частности. Конечно, тут не повод покупать какие-то Арканы или что-то вроде того. Это явно лишнее для Тини. Ну, а Пойнт Бустер потом в Аганим загрейдится. Все будет в порядке. Я думаю, об этом Афониджи великолепно знает и прекрасно это понимает. Ну, и опять же, выходит Афониджи на Дэнди. Вроде бы есть смысл подраться. И Гадем недалеко. Но элементарно никакого каста. Поймали Афониджи. Дэнди в спину. Сразу же сноубол. Афониджи цепляют. Гадем через оверчач. Пытается подсейвить своего тиммейта. Гадем сильно проседает по ХП. Еще один удар. Гадем здесь развалится. Хотя Санейка тоже сыпется. Ну, Санейка, скорее всего, здесь погибает. Да, Афониджи забирает этот фраг. Дэнди очень сильно проседает от Таура. Дэнди, по-моему, доигрался в Доту. Да, Дэнди у нас разваливается. В спину заходит Дредд. И, скорее всего, Ван Скоро тоже забирает. Вот это Нави решили побыковать. Зашли за Т1. Собственно, все остались. Никто отсюда не ушел. 5-4 по итогу файта. А Шеры 749 зарабатывают. Ну, Нави чуть-чуть тут по золоту отковыряли. Но это такие куски. Это, в принципе, крошки со стола. В этом файте так тем более. Да, крутотень, конечно, у нас в начале матча. Сразу ребята дали понять, что никакой возни здесь. Никакой современной европейской Доты по типу Тим Тинкер или Клауд Найн. И какой-нибудь Мутина. 147 минут у нас не будет. А если и будет, то там будет 250 на 247. Счет по фрагам. Хвост. Опять наказывает Артеса. Да, Артес тут, скорее всего, приплыл. Еще и ванскор на хелпу имеется. 5 на 5. Ну, ровный счет. 5 минут. 5 фрагов с одной стороны. 5 с другой. Прям по фэншую у нас вообще весь счет в матче. По факту забрали с Артеса. 340 по золоту. По экспириенсу та же история. Дэнди. Нул талисман и банка. И все. И больше Дэнди себе пока ничего позволить не может. 17 на 8 у него крипстат. Что там на миде у Тини? 14 на 6. Ну, тоже какие-то бомжовые, в принципе, показатели. Непонятно. Если один бомжует, второй бомжует, кто вообще формит на миде? У нас крипы всех переформили. Что в это время забирают еще и горца. И это делают внизу. В очередной раз, в очередной раз Фобос Праймал Сплит не юзал. Просто разобрали горца и... Ну и отправили на базу по запчастям. 0-2 уже идет. В принципе, можно сказать, оффлейнер команды ХР. Несмотря на то, что находится он на легкой линии. Дредд. Вместе с Гаддемом в тизере. Ну, можно попытаться хвоста забрать. Да, пошла погоня за хвостом. Хвост. Сыпется без вопросов. Да, хвост здесь отъезжает. Для Дредда. Дизраптор у нас уже келинг сприт. 3-0 у Дредда, как я понимаю. Нет, 3-1. Тем не менее. Дэнди на хосте. Ульта есть. Правда, нет. Опять же Аркейн Орба. Тут сильно с руки не побьешь. Под ноги. Статик Шторм Дэнди. Праймал Сплит. Будет ли от Фобоса? Да, пошел Праймал Сплит. Дредда через сноубол цепляет. Но здесь Санейка расковыряет Дредда. Артес примерзает. Да, Артес никуда у нас не уходит. Юзает Стикин. Но не должны его отпускать. Кирпич еще в голову Артесу. Да, Нави вспомнили, конечно. За что их любят все вообще. Да, без исключения, наверное, все мировое Дота-комьюнити. Ну и начали играть в агрессивную Доту. Не пассивно агрессивную. Выходить раз в 15 минут и делать 3-4 фрага. А в конкретно агрессивную Доту. Если мы фармим, то фармим за счет убийств героев. А не за счет убийств крипов. Хвост по фарму пока на первом месте. 32 на 10. У него Крипстат. Горец на втором. У Горца 29-16. Ну здесь надо учесть лесных крипов. У Фобоса 27 на 3. У Денди... У Денди 23 на 12. Ну и тут 27 на 9. Афониджи переформил своего Визави. Хотя вряд ли это можно назвать Визави. Все-таки стоят дабло игроки команды. Хеллрейзерс на мидлейне. Просто оппонента номинального. У Веспа. Чуть-чуть у Гадема не хватает экспирианса до Релокейта. Там уже посмотрим. Тини. Появляется Пауэр Трэдс. Пока что далековато до Аганима. Но с другой стороны, начало 9-й минуты. Куда вообще спешить? Ну и крип-стату Афониджи повыше, чем у Денди. Куда Денди отправился? Если на мидлейне у нас Фобоса. А вот здесь Денди недалеко. Надо было просто поднять камеру. Афониджи понимает. Лучше ману слить так, чем отдать ее просто в никуда за счет потерянного интеллекта. Денди в Пауэр Трэдс у нас выходит. Ну, плоховато. С фармом, конечно. Слабо у Денди удается тех же крипов элементарно забирать. Ну, может, не чувствовал я какого-то серьезного сопротивления. Да, его убили на ФБ. Безусловно, это где-то там подшатнуло мораль мидера команды Нави. Но, с другой стороны, сколько раз Денди у нас на ФБ умирал в миде? Да многовато. Тут надо быть к этому готовым 100%. Тем более вышли. Тем более недалеко всегда пасся здесь висп. Было понятно, что рано или поздно зайдут. Проказ дадут. И не всегда Денди будет контролировать ману Тинника. Ну, в любом случае, не сказать, что Денди сильно там... Сильно как-то его харасили, помимо ФБ. И, тем не менее, по фарму дела не лучшим образом обстоят. Давайте вообще по Нейтворцу посмотрим. Ну да, вот Деварер у нас отстает на 1000 по Галдиата Фониджи на миде. Отстает также от собственного тиммейта, от Фобоса на... Ну, где-то на 890, даже 892. Акс. Третий по фарму. 3200 у Хвоста уже имеется. Хвост пока что с Транквилами. После этой пачки очень близко будет у нас к Вангварду. Ну, тут, скорее всего, Кримзонгвард будет. Даггер, ну, собственно, что еще Хвосту? Все было... Что Хвосту на Аксе собирать? Все было давным-давно придумано до него. Надо просто нормально реализовать данного персонажа. У Туска уже есть у нас, а Нейка насобирал себе на Бутсов Спид. Есть Хилинг Селф. Есть, в принципе, портал. Но все необходимое имеется. Бегай куда хочешь. Сейв себя, сейв тиммейтов. Прилетай на любой из товаров. Короче говоря, нормальный бюджетный саппорт. Как там дела у Артеса? У Артеса 1000 по золоту. В Курьере ничего для Артеса не летит. 1100 после Пауэр Трэдс и Мэджик Уонт у нас насобирал Найт Сталкер. Но тут никаких фазов. Через ПТ у нас идет Артес. Решил больше жить, чем бегать и бить. Ну... Школа Арт Стайла постепенно отходит в небытие. Тут, иначе и не скажешь. У Дэнди 800 сверху после Пауэр Трэдс. У Фобоса уже появляется Даггер на 11-й минуте. Не очень быстро. Но, с другой стороны, не заторможенный Даггер. Все, в принципе, хорошо. Феномен не произошел. Однако, по таймингу все очень-очень ровно. Ну, теперь для команды Хелл Рейзерс могут начаться проблемы. Все это благодаря Фобосу. Ульта аппарата полетела у нас, как я понимаю, на мид. Афонид же избегает у нас ульту аппарата. Все, эскейп своими ногами как можно быстрее. Команда Хелл Рейзерс поняла, что мид лейном всерьез у нас занялись Нави. Даже Ван Скор обратил на них внимание, наконец-то, своей ультой. Ну, и самое главное, что ХР понимает теперь, что есть шестой левел у аппарата. Это значит, что в файтах дисбаланс где-то да может быть. Надо всегда быть на чеку. Если есть вариант сделать блинкаут, то лучше бы его делать. Так, цепляет у нас Фобос Горца. Горец пытается сделать тэп-аут. И, скорее всего, получится. Нет, не получается. Сноубол в Горца. Ну, и развалили очень быстро Энигму. У Энигмы беда, конечно. По фарму, беда по количеству ХП, по каким-то артефактам на подсейф, на подхил. Да я уже не говорю об убийстве. Ульта аппарата. Тут ни Артес, ни Дредд у нас не избежать данного спела. Однако Тауэр, в принципе, можно и заковырять. Хотя нет, провязали глиф у нас игроки команды Нави. У Фобоса есть даггер, можно просто ворваться. Клэп по Артесу. Глимсует назад у нас. Да кого там глимсанешь? Праймал сплит уже провязали. Артес на лоу ХП. Дэнди ультанул у нас в Тини. У Тини половина ХП. Статик Шторм под ноги. Дредд пытается подсейвить Афониджи. Афониджи, в принципе, отхиливается. И неплохо. Тизер от Гадема улетает отсюда Тини. Скорее всего... Да нет, недалеко. Не под Тавер уносят Тини. Нет, точнее, под Фонтана. Под свой Тавер уносят Тини. Дредд на лоу ХП. Пока что потеряли только одного Артеса. Игроки команды Хелл Рейзерс. Дредд догорает у нас за счет урны. Ну и все. Нави все живы. Потеряли двоих игроков. Потеряли Дизраптор. Это, в принципе, саппорт. Но это саппорт Дредд. Тоже надо как-то совесть иметь. Ульта аппарата. И Тини очень неудачно. А нет, Тини все-таки, да, ловит у нас ульту аппарата. Ну и, скорее всего, Афониджи забирает. Также забирают Веспа. Ну это что? Это минус 4. Дэнди сыпется от Артеса. Смогут ли забрать у нас Дэнди? Ну все, Сайлент закончился. Артесу лучше развернуться и бежать назад. Горец уже недалеко. Да вы закончите драться вообще. Скоро уже горло сведет. Все, закончился файт. Можем посмотреть, сколько тут сколько. Да нет, не можем. Даже Дота у нас игнорирует такие длинные драки, затяжные. Давайте по общему графику глянем. 3000 Натус Винцер и по экспириенсу 6000 точно так же Натус Винцер выигрывает у своих оппонентов. Ну, Hellraiser действительно слабее смотрится на данном этапе. У Na'Vi уже появляются важные, очень важные артефакты. Такие как даггер для хвоста. В курьере прошу наблюдать. У Фобоса уже есть даггер и этот даггер реализован. В двух файтах, по-моему, Фобос поучаствовал. Да, вот ровно на этом месте. И Нигму забирали, а потом и врыв, очень удачный врыв в Артеса. Смогли на нижнем лайне за счет даггера фраг забрать. Афониджи на мид лейн. Маны есть всего лишь на один спелл. Ну, Афониджи, наверное, хватит. Ульта пошла от аппарата. Аппарат сегодня просто MVP. Какой чудеса какие-то творит у нас ванскор. Кого здесь поймали? Артес. Примораживает у нас Артес. Артес старается отсюда уйти. Никуда Артес у нас не уходит. Анстапа был для Фобоса. Ну, это даблкил. Даблкил для Брюмастера. Гаддем еле-еле живой. Уносит отсюда Тинни. Ну, и скорее всего Тинни надо возвращать. Дред отсюда убегает. Все, хоть кто-то подсейвит у нас Виспа. Нет, Виспа ждут. Что же вы за люди такие? А, ждут у нас Виспа. Ну, и все. Виспа просто разобрали моментально. Слэмдамп по голове. Виспа отправляется в таверну. Плохо дела у Хэр идут. То ли они хорошо идут у Нави, толком непонятно. Но то, что разница есть, разница и в игре, и в реализации своих персонажей. Это 100% вообще. 4000 по золоту Нави. По экспириенсу 8000. Все так же нато с Винсер. Пока на паузе у нас матч. Давайте глянем, кто там до что насобирал себе. Блинкдаггер уже имеется. У Фобоса мы это видели. После него еще и базилка появляется. Есть боттл, есть тапок. Все хорошо у Фобоса. У Ancient Operation постепенно у Ванскора начинает вырисовываться Аганим. Все это, собственно, без Мидаса. Уже, в принципе, Мидас давным-давно стал трендом для Ancient Operation. Ну, понял Ванскор, что и без Мидаса совсем справится. Туск. После Урнов Шадо появляется Чен Мейл. Готовится выход, ну, скорее всего, я думаю, в Медальон. А потом, ну, тут, да, тут не до Мекки. У Акса уже имеется Вангвард. Кримзонгвард, скорее всего, к хвосту в скором времени прилетит. Ну и что там у Тени? Форс Саф есть. Есть Нул Талисман. Есть Пауэр Трэдс. Всего по чуть-чуть для Дэнди. И то неплохо. 3-2, в принципе, счет у Мидера. Не самый лучший, который мог бы быть на 16-й минуте у Тини. Пойнт Бустер. После Пойнт Бустера появляется Яша для Фониджи. Потом, видимо, будет все остальное. Просто делают мультиспауны, насколько я понимаю. Но тут, скорее всего, не получится. Да, крипы возвращаются. Что? Готовится драка на топ-руне. Гаддемса Фониджи не собирается драться. Я бы тоже на их месте не дрался. Сразу 5 игроков Нави бегут за ними. Тут просто в порошок. Сотрут всю команду... Всю даблу. Из Гаддема и за Фониджи. 7-17. Нави впереди. Ну что, опять какие-то траблы по... Я так понимаю, по оборудованию у нас. На этот раз у команды Нави. То ли про лаги, то ли еще что. Пока что нас... Не ставят в известность ДДОС. Не может быть. Какое свежее слово. Ну все, Дредд пошел пить чай. Две-три минуты написал. Ну и что? Все разойдутся теперь. Играть некому. Ребята все в паб. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Я думаю, Хвост очень быстро вопросы данные решит. И ждем его возвращения и продолжения матча. Продолжение следует... 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 Почему именно он? У нас жертва всех проблем даже неизвестна. И предположить не могу, как кибертуристу мудрили за дедоси. Но и хвост тут не главная величина, в принципе. Почему без хвоста именно, непонятно. Можно исключить Фобоса. Фобос очень неприятен для команды HellRaisers. И он своим КДА прекрасно это демонстрирует. Скоро Дэнди будет невероятно неприятен. Дэнди вообще на летающего жука с корабе похож. Мда. Вот это сет так сет. Все, вроде бы можно возвращаться. TeamSpeak. Говорят, что не в TeamSpeak сейчас у нас еще кибертурист. Не палятся ребята, что пользуются лучшим файлообменником всех времен у народов. Через который, кстати, их и дедосит. Наконец-то отжали паузу. Все. Возвращаемся обратно в игру. Na'Vi выходит на ботом лейн. Т2 рассыпается. Никто не помешает. В это время Афониджи пытаются контрпуш устроить по мидлейну. Можно попробовать. В принципе, лишним не будет. Хотя, опять же, ворвутся моментально. Разорвут здесь и Афониджи, и Гаддема. Проблемы будут жесточайше. У Тини есть Блэйкинг Бар. Спасет ли он его от пятерых игроков вряд ли. Я так не думаю. Опять же, БКБ не нейтрализует главную проблему команды Hellraiser. Я говорю о Квилинг Блэйде. У Акса ульта в любом случае будет работать у Акса. И БКБ там. Не БКБ. Это без разницы для команды Na'Vi. У Афониджи практически 2000. После этой пачки будет 2000 по голде. После БКБ, в принципе, неплохой показатель. Он по-прежнему на первом месте. На 600 опережает у нас Акса. Который очень, в принципе, горемычный здесь. Но фармит неплохо. В своей команде на топ-позициях у нас Акс. Ульта от аппарата. Не входи, Афониджи. Афониджи зашел у нас в ульту. В это время Аегис для команды Na'Vi. Дэнди забирает данный артефакт. Роху разобрали достаточно быстро. Но пока разбирали Роху. Ну, в принципе, Тинни с Виспом могли забрать топ-лейн. Опять же, Вижена не было. Информации не было. Тут непонятно. Ворвутся в тебя, не ворвутся. Акс мог влететь в любой момент. Вижена вообще для Хейров по минимуму. Разве что на Клиффе здесь. На половине команды Na'Vi. А так, в принципе, Вижена не имеется. Гадэм Огр Клаб себе приобретает. Но я думаю, что идти у нас Висп будет в волейбарду. Кибертурист. Агрит на себя Тинни. Ну, и Тинни как-то не скромничает. Идет и просто наваливает по горбу. Сноубол полетел у нас в Ортеса. Сразу же бежать. Блэк Холл по-троим. Сразу же моментально Горит цепляет Триплу. Ну и статик шторм под ноги. Ульта от Дэнди. Дэнди под Блэкинг Баром. Минус два с одной стороны. Минус два с другой. Ой, а Фониджи фулловый. Под БКБ. Еще один удар по Дэнди. Дэнди рассыпется. Дайте просто ему ударить. Да стой, бей пант. Вообще, че переживать? Нет, Дэнди в итоге выживает. Забирает у нас Гадэма. Крутой Блэк Холл был от Горца, но так далеко было Фониджи. Ну и Дэнди было фиолетово у нас потом на статик шторм. Бегут на лох ЭП Фобос. Дэнди разваливается. Просто потерянный Эггис. Кибертурист дальше гонит у нас Тинни. Все, команда Нави поняла, что лучше бы развернуться. Но Фобос не стал идти дальше. У Фобоса не было с собой Эггиса, как это было у Дэнди. Поэтому, 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 поэтому равноценный размен, кстати, у нас по золоту. Ну и немножко на тысячу по голде опережает своих, выигрывает Хелл Рейзер. В данном файте Дэнди должны разбирать. Кибертурист уже близко. В астрал отправляют Тинни. Тинни без виспа не может бежать. Не получается у Фониджи бежать, просто по факту. Нет никакого даггера. Кибертурист врывается у нас на Фонидже. Пытается хоть как-то подстопить у нас Акса Горец. И у него, в принципе, это получается. Догорит ли Тинни? Нет, не должен. С Баттлхангера точно не догорит, а ульта аппаратом уже спадает. Кстати, ульта аппарата. Ульта аппарата откдешивается моментально. 10 секунд у нас ванскор. Что-то подлагивать все начало после переподключения. Не одно так другое. Смотрим за ванскором. Одна секунда, полетит ли ульта на Тинника? Ну что это за дота ванскор? Пора уже, уже пора. Нет, ванскор абсолютно игнорирует. Он на ситуацию с Тинни не стал добивать Афониджи. А шанс был. И шанс был, в общем-то, неплохой. У Фобоса появляется Кераса. На 32-й минуте Фобос вообще нереально много нафармил. Как для оффлейна, у Акса. Как там дела? Кримзон Гвард так и не стал появляться у Кибертуриста. Появляется Аганим. Есть БКБ. Есть Даггер. Всего по чуть-чуть. И в целом всего более чем достаточно. У Дэнди появляется Плэйт Мэйл. Как я понимаю, в Шиву будет собираться Дэнди. Или может Кераса ни у кого нет. Кераса есть у Брюмастера. Поэтому в Керасу вряд ли у нас пойдет Деварр. Хотя тоже интересная тема. И Кераса, и Мьолниры появляются у нас на Деварр. И все ради скорости атаки. Потому что демоджа куча здесь в руке. Главное дать нормальный атак спид. И там уже и с тем же Тинни можно на равных разговаривать. Фониджи дальше фармиет. Готов в принципе тут в одиночку вообще. Честь команды Хелл Рейзерс. Отстаивать что там с Дреддом. Дредд опять пасется на этой точке. Нравится ему. Никуда отсюда не уходит. Тут очень комфортно Дредду. Вардить уже некуда. Вард в принципе стоит. Вижен имеется. Дредд уводит пачку крипов. Просто чтобы сбить пуш команды Нави по мидлейну. Вот это я понимаю. Вот это серьезная игра. Но все. Эту пачку должен забирать. Ну и что. И сразу три игрока здесь. Команды Хелл Рейзерс. Об этом знают. Прекрасно Нави. Поэтому позволили себе ворваться на Энигму. Без Блэк Холла Энигма был бы еще 11 секунд. Ну и теперь Энигма без Блэк Холла 45 секунд. Сразу ТП на мидлейн. Т2 будут пытаться задефать. Врывается Фобос. БКБ пошел от Афонинжи. Афонинжи ТПаут. ТПаут сбить просто нечему на стене. Убегает отсюда. Где Гадем? Гадем через 4 секунды вернется. И ой как неприятно будет Гадему. Сразу же на Артеса. И бежать вдвоем до ТПаут. Делайте нечего думать даже. Все. ТПаут делает Гадем. Не зацепит его. Вижена не имеется. И Артесу тоже надо отсюда бежать. Артес отправляется на мидлейн. По золоту Na'Vi 17 тысяч. По Экспириенсу 15 тысяч. Тоже за украинским коллективом. Артес выходит у нас в Владмир. Насколько я понимаю. Ну не боевой Night Stalker. 120 с руки на 35 минуте. Это вообще не показатель. Тут у Акса с руки. Акс который. Акс который. Акс который должен в принципе с руки у нас. Не должен точнее бить с руки. А должен крутиться. И то имеет с руки дэмэджа больше. Чем у того же Night Stalker. Который по факту должен с руки то разваливать. Ну ничего. 34 минута. Может быть все еще впереди. А может вообще ничего впереди. Команду Hellraisers не ожидает. Брюмастер. Есть уже Кераса. Есть Даггеру. Фобоса есть БКБ. Есть Владмир. Невероятное большое количество артефактов. У Дэнди появляется Сайт оф Вайс. Еще и 600 сверху. Скорость атаки в принципе и так неплохая у Дэнди. За счет статов. 19 левел уже имеется. Фобоса цепляют. Блэк Холл по Фобосу. И сбивает Блэк Холл у нас Дэнди. Просто отправляет у нас Хекс Горца. Горец скорее всего развалится. Артес тут просто так умирает. Монстр килл для Дэнди. Кстати летает в ветрах у нас Дред. Но у Дреда вряд ли здесь разберут. Ну почему не драться Тине? А вот почему не драться. Потому что сзади идет Санейка. И Санейка с Тине в принципе знает как управляться. То через ульту просто Тине будет половину вообще своей жизни летать. То о чем я говорю. Вроде бы все летают. А вроде бы Афонин же просто сыпется по КД. Ну трипл килл для Дэнди. Без вариантов вообще для Хелл Рейзерс. 4 в 0 разменялись. И 9.37. О чем это говорит? Это ни о чем не говорит хорошим для команды Хелл Рейзерс. 20 тысяч по золоту, 20 по Экспириенсу. Все это за Нави. Но в одном файте тысячи три-четыре Нави вывезли. Падает нижний лайн. Нету Энигмы Блэк Холла. Нет и не будет 140 секунд. С Блэк Холлом очень быстро справилась команда. Нави через Хекс весьма быстро разобрали. Сначала Горца, ну а потом после него и всю команду Хелл Рейзерс. Сразу на Мид Лейн или нет? Или еще поиграем в интересную доту? Нави отступают. Ну тут за пачкой крипов. На Мид Лейн без крипов решили не заходить. Ван Скор отправляется на собственный... На собственный фонтан. Тут скорее всего для удачного ульта. Да, так и есть. Ульт уже полетел. Просто для большей зоны покрытия самого ульта. Стоило ли оно того? Ульт в никуда. Отправляет аппарат. Идолоны. Бедняжки тут подмерзли чуть-чуть. Но им в принципе фиолетово. На данный спелл. Ну от саппорта команды Нави. Дэнди во вражеском лесу. В принципе Хекс есть. По хп не проседает у нас Дэнди. Тут ничего страшного не может быть. Горец. Как он вообще там оказался? Это по-моему... Просто через Хекс... Через Даггер отпрыгивает у нас от Дэнди. Ну что? В итоге забрали Дизраптора. Деварера уже. Бьет он Гадлайк. У Дэнди все хорошо по КДА. 11, 2, 12. Начало было... Кривенькое. При этом... В начале еще и фёстблат сделали у нас на Дэнди. Ну ничего. Вывез свои артефакты. На Тоун и Дэнди. Санейка уже просто веселится. Тут у нас сноуболы в крипов идут. Решила попушить команда Хелл Рейзерс. Ответный пуш от Гаддема и Афониджи. Понятно, кто здесь быстрее. Что выпушит. Ну тут пушили-пушили, да не выпушили. Рывали. Дэнди. Дальше за Горцем. Горец гибнет. У Горца шансов на жизнь никаких. Афониджи под БКБ влетает вместе с Гаддемом. Гаддема скорее всего первого будут фокусить. Ну неплохо так пандам наваливает Афониджи. Минус одна панда уже. Минус вторая тоже. Ну и здесь Санейка врывается. Разваливает потихоньку Виспа. Висп. Где кстати Висп? Виспу летает у нас на топ. Сразу же назад. Глимсует назад Санейка. Санейка пока еще живет. Афониджи даблкилл сделал. Забрал Деварера. И это по-моему чокнутый стрик вообще он там забрал у нас. Триплкилл уже от Афониджи. Сейчас глянем. По-моему по итогу этого файта 15 миллионов и 600 тысяч заработает у нас Тинни. 4800 уже на руках. Для Афониджи. Все. Забрал Дэнди. Забрал Санейка. Забрал Ванскора. Ну что по золоту? За один файт 2862 зарабатывает Тинни. Вообще это законно ли? По-моему там не может честный бизнес так много приносить. 2200 на руках у Тинни и что-то там уже летит. Да. Уже готовый Манта Стайл для Афониджи. Ну пару таких файтов и от Нави вообще ничего не останется. Тут с 25 где-то до 20 спустится преимущество Нави. Ну что и примечательно в данной игре. Игра переходит в такую стадию, что проиграть еще один такой файт Тинни. Дать ему возможность выформить еще какие-то артефакты. Это подобно смерти для команды Нави. Если нет байбэков, то Тинни вместе с Виспом под тизером, под оверчарджем. Сторону одну, а потом Т4 вместе с троном разваливает просто в щепке за, ну я думаю секунд за 20. Это вообще край. Нави готовы драться за Рошана. Прочекали. Прекрасно знают, что Рошан уже битый и била его команда Хелл Рейзер. Свисп, куда ты? Просто похилиться вместе с Афониджи. Если что, забрать. 2700. На руках у Тинни пока ничего не покупать. Да купи криты. Продавай все. Покупай криты. Ладно, нашел я кому рассказывать. Фобос ковыряет у нас Рошана. И Рошан скорее всего сейчас развалится. Акс у нас уже влетел в торпу. Горец. Блэк Холл. По такой огромной толпе Блэк Холл. И очень быстро с ним Дэнди разговаривает. Дредд рассыпается. Афониджи. Да куда ты? Куда дели вообще у нас Афониджи? Нет, это просто Дэнди умудрился отправить Афониджи в Астрал. По-прежнему. Живет. Живет у нас Тинни. Выбрасывает у нас кибертуриста куда-нибудь подальше. Ну что? Тут не закатить. Тут просто не разобраться одному Тинни с такой огромной перефармленной толпой от Нави. Выкупается Тинни. Где Висп? Виспа не будет релокейта еще 15 секунд. Ну куда Тинни денется? Тинни покупает у нас Бутсов Тревел. И я так понимаю файт будет. Файт должен быть. Ортес развлекает здесь всю толпу. Дэнди затосали. Ну и что? Будет бить. Да, Дэнди рассыпается. Кибертурист тоже на лоу ХП. Ну по-моему Дэнди приплыл здесь. Форстаф надо моментально. Сайленс у нас в Дэнди. Ну что? Это Форстаф. Плевать вообще на Сайленс. Хотя должны же прочекать. Раскрутит и Спиритов. Уходит отсюда Гадем. Не поверил в себя. Забрали только... Забрали только Аэгис с Дэнди. Байбэк явно того не стоил. Но с другой стороны, после забранного Аэгиса команда Нави пошла бы пушить. Аэгис есть. Надо его разменивать. И Нави прекрасно это понимает. Плохо, что обрезался фарм для Афониджи. Тут еще бы один артефактик. Я даже не знаю. Скорее всего какие-то криты были бы не лишними Тинни. Потому что в Агре Акса очень сильно страдает Тинни. Если во время Агра пройдет какой-то крит. Тысячи так на две. У Акса будут проблемы. Там и Агр будет уже себе дороже для Акса. Ну глянем. Скорость, с которой фармит Афониджи. Тут вообще невероятная. Обгоняет Дэнди. У Дэнди 13 на 3. А у Тинни у нас 6 на 5. Вы понимаете, что по фарму Тинни гораздо лучше. 349 крипстат у Тинника. Ну и так далеко Дэнди. Один всего лишь крипт добит миндером команды Нави. Гадема. Через Хексу очень быстро разбирают. Еще и Хекс потратили на Гадема. Это просто лишнее вообще. Зачем Хекс тратить на Веспа непонятно. Ну таким образом в принципе обрезают у нас скорость атаки для Афониджи. Возможно это имеет смысл. У Веспа нет байбэка. Откуда вообще тут? На байбэк надо столько, сколько Весп вообще за всю игру не заработал. Ульт от аппаратов. Никуда. Отбрасываются чем только могут. Афониджи всех швыряет. Швыряет нон-стоп. Дэнди уже с Шивой. Хекс в Ортес. Ортес агрится у нас на Кибертуриста. Кибертурист монстр килл на данный момент. Ну и еще и Гадлайк для Акса. Я думаю тут ГГ даже не надо перезапускать игру. Так, подвисли все, как я понимаю, или только я. Где Тинни? Тинни летает в ветрах и что-то с Дотой началось страшное. Афониджи врыв на Санейка. Санейка забирает. Гем лежит здесь. Надо бить Фобоса. Статик Шторм нельзя выпускать из Кинетик Филда. Ну тут Дэнди разберется у нас. Есть чем пережить. У нас Статик Шторм. Фобос. Без ульты. Без ульты еще относительно долго. Ну, драться пока что нечем. Висп. Бери на Релокейт. Тинни летите быстрее спушивать. Я не знаю, в какую-нибудь сторону. Поднимает у нас ветра Тинни. Приземляется Тинни. БКБ. Еще 30 секунд не будет у Афониджи БКБ. Ну здесь Тинни разбирается. Байбека нет у Тинни. Драться попросту нечем. Гуд гейм вэлплей. Нави выигрывает первую игру. Да, сложно. Да, долго. Игра была такая размазанная в принципе. Но по факту Нави гораздо серьезней повели себя в данном матче. Если один Афониджи выформил со стороны команды Хеллрейзер, то у Нави все пять игроков по золоту вообще не проседали. Там и по фрагам, по убийствам мы видели. Но это печальная история вообще. Гордца 0.10. 1.10 для Найт Сталкера. 1.12 для Веспан. Как с ними играть? Набираем следующую команду и go next. Драться Фониджи еще кое-как держались на плаву. Ну и вообще Дезераптор, у которого больше всех в команде киллов, это небольшая печаль для команды. Ладно, у нас Best of 3, не забываем. У нас еще будет ответная игра сейчас. Если Нави повторят свой успех в данном матче, то будет всего лишь два матча. А если Хеллрейзер с вертушки ответит чем-нибудь, какой-нибудь короночкой своей, то дождемся и третьего матча. В любом случае, игра интересная. Пока что небольшая пауза. Музыка услышится через пару-тройку минут. Не переключайтесь. Музыка услышится через пару-тройку минут. Музыка услышится через пару-тройку минут. Субтитры сделал DimaTorzok